Умный дом, робот-пылесосы, механические животные. Таким видят будущее юные ученые, которые съехались в Краснодар со всего Южного Федерального округа. Они представили свои фантастические изобретения на научной выставке. Это своего рода площадка для обмена опытом и идеями в сфере инженерии. Какие новинки можно будет использовать уже в ближайшем будущем, узнала Кристина Носова. Робот-разведчик Робот-разведчик уверен, его изобретение будет незаменимо в службах ФСБ, МЧС и Министерстве обороны. Мои родители работают в таких правоохранительных органах. Я просто понимаю, что часто погибают люди из-за таких ситуаций. В МЧС мне пришло в идею, потому что в Японии было землетрясение, там постоянно были завалы. Я подумал, почему бы не сделать робота, который будет заезжать туда. На выставке научных достижений «Шаг в будущее» свои разработки представили около 200 молодых ученых со всего Южного федерального округа. Школьник из Майкопа Сергей Барков соорудил механическую установку для восстановления изношенных деталей различного транспорта. Он уверяет, разработка пока единственная в своем роде. В будущем она станет полезной как в сельском хозяйстве, так и на городских станциях технического обслуживания. Некоторым людям, скажем так, не могут себе позволить покупать новые детали для автомобилей. И они могут приносить на СТО, на станцию технического обслуживания автомобилей, детали. И с помощью этой установки упрочнять их. И деталь станет прочнее в два раза примерно. А другие разработки, представленные школьниками, словно из фильма про будущее. Здесь и дом с устройством полива растений от конденсата сплит-систем и двигатели внешнего сгорания, принцип работы которых можно использовать в создании искусственного сердца. Оно сможет работать за счет тепла человеческого тела. Научные разработки можно встретить даже из детского конструктора. Вот, например, сборщик кубика Рубика. Он автоматически сканирует цвета и сам подбирает комбинацию. А это живая анаконда. Она может самоползать и даже устрашающе шипеть. Все эти разработки, по мнению создателей, помогут детям наглядно объяснить сложные законы физики и механики. Соревнования исследователей проходят уже третий год подряд по инициативе правительства страны и Московского технического университета имени Баумана. В этом году конкурс впервые проводят в стенах Кубанского политеха, ориентированного как раз на подготовку инженеров. Молодые изобретатели изо всех сил показывают все, на что способны, чтобы в будущем поступить в ВУЗ и воплотить в жизнь свои творения. Эти проекты можно использовать в дальнейшем, во-первых, в лекционных и практических занятиях для студентов, для учеников, для абитурентов, даже в детских садах. И впоследствии, думаю, что ведущие ВУЗы, технические и наш в том числе, может эти проекты реализовывать. Оценивают участников профессора кубанских и московских ВУЗов. Авторы самых перспективных и уникальных изобретений смогут представить свои ноу-хау на всероссийском и международном конкурсах, а также заинтересовать инвесторов в реализации своих проектов. Так что, возможно, шагнуть в будущее в прямом смысле слова можно будет совсем скоро. Кристина Носова, Константин Каверин, Краснодар, 24.